привет друзья с вами лилия донскова и сегодня у нас видео ролик мастер-класс по работе с лаками ну и с нашими ручками чтобы они были красивые почему я затронула эту тему дело в том что сейчас в каталоге oriflame очень много красивых лаков и их нужно уметь правильно наносить чтобы они красиво лежали и долго качественно вам прослужил маникюр и так приступим вы видите сейчас передо мной стоят лайки это далеко не все мои лайки которые у меня есть ну это наверное самые последние самые любимые оттенки я конечно фанат лаковый и увидеть в каталоге будет их очень много есть из каталога беру и покажу как я работаю с лаками из давай крупный план лапки ну что готова приступим вы сейчас видите передо мной лежат два средства одно средство для удаления кутикулы специальный такой скраб мне он нравится потому что у него есть специальный дозатор есть не буду показывать как я им пользуюсь но это очень просто то есть выдавливаете капельку на каждый ноготочек и потом массажными движениями подушечков пальцев просто втираете и потом воспользовавшись специальной палочкой для отталкивания кутикулы так вот и и просто отодвигаете и щеточкой смываете все все что остается отработанное то есть этот гель скраб удаляет мертвую кожу то есть очищает ногтевую пластинку если у вас кожа вокруг ногтей сухая то я рекомендую воспользоваться таким средством из серии the one это бальзамчик витаминный уход за кутикулой очень вкусно пахнет и тоже прям малюсенькое количество вы берете небольшое такое и наносите на активную пластинку в области роста кутикул таким образом втираете можно оставить немножечко чтобы она напиталась полежала на ногтях потом также можно смывать можно не смывать потому что очень приятное средство она очень вкусно пахнет поэтому рекомендую от прямо чистого сердца удовольствие получает этих средств великолепно далее нам нужно будет с вами такое средство это основа для основа и восстанавливающие покрытия ногтевой пластины мы его сейчас откроем и просто наносим тонким слоем на все ногти аккуратненько главное не переборщить обязательно перед тем как наносите любое средство для ногтей обязательно сначала удалите предыдущие если это был крем или бальзамчик для кутикулы обязательно удалите помыв руки с мылом или протерев тщательно ногтевую пластиночку итак нанесли основу восстанавливающую для ногтей и подождать нужно подождать чтобы она немножечко высохла после того как основа высохнет то есть вы уже дал по ощущениям трогать что уже ну все высохло и мы берем лайки я вам буду показывать все цвета которые я приготовила 10 оттенков потому что каждый лак лежит под своему есть некоторые лаки которые эмалевые с ними нужно очень аккуратненько обратите внимание какая удобная кисть улаков за ван она закругленная за счет этого очень классно красить ногти я в каком-то видео отзыве видела что говорят что лаки ложатся очень плохо ложатся полосками ребят вот смотрите сейчас прямо на ваших глазах будет твориться история то есть я сейчас крашу по одному слою тоненькому каждого оттенка я конечно так хаотично скомпоновала в принципе можно делать очень красивую подборку по цветам и используя два-три цвета под одежду делать шикарную композицию некоторые лайки моментально ложатся очень красиво гладенько а некоторым нужно будет постараться я вам покажу сейчас как это сделать все эти я непрофессиональный специалист делаю буквально на коленке мы видим что изумрудный оттенок он сразу лег очень красиво тут не нужен будет второй слой красный лак уже немножко заканчивается на один из самых популярных моих любимых лаков и он с блеском очень густой надо было тоже очень красиво ложится и сразу можно одним слоем вывести его на какую красоту красоту так как вам показать этот ноготь не очень удобно красить ярко-желтый оттенок то есть мы с дочкой с удовольствием им пользуемся ярко сочно красиво тоже уже на стадии завершения поэтому ждем когда он к нам добавится да он совсем уже высох берем следующую партию очень красивый сиреневый такой оттенок глубокий возьмем такой желтенький нежный нежный такой красивый цвет особенно на загорелой кожи это выглядит просто фантастически красиво один из моих любимых ночной пурпур такой сочный фиолетовый цвет очень глубокий особенно шикарно выглядит на ногах если вы делаете педикюр а а а а а а а розовый очень красивый цвет цвет кстати розовый красиво смотрится с мятным оттенком это очень модный цвет мята а с розовым он просто великолепно играет так прошлись по первому слою пока мы красили на этой руке у нас тут подсохло и мы сейчас делаем второй слой в такой же очередности берем по чуть-чуть добавляем смотрите как шикарно ложится лак даже учитывая что у меня сейчас не очень удобно красить видите как шикарно все идеально эмаль эмаль на легла все можно его закрывать берем следующий оттенок оранжевый то есть кисточка позволяет равномерно распределить лак чтобы он растекся по ногтю изумрудный мы красить не будем он сразу у нас лег шикарно одним слоем достаточно всего лишь так и придется сейчас помучиться с красным потому что он оказывается практически кончился нам его нужно набрать побольше очень красивый перламутровый оттенок так наш сложно желтый аж сердце замирает вот не очень удачно получается потому что лак просто закончился поймите меня правильно убираем его на замен так первая рука готова давайте вторую продолжаем работать с шикарным сиреневым оттенком смотрите какая фантастика просто нежно желтый нежно желтый теперь у нас идет ночной пурпур совсем его мало берем розовый оттенок и мятный зелененький и мятный зелененький вот так что у нас получилось ну два лака розовый и фиолетовый не очень удачные варианты потому что они просто уже закончились смотрите что получилось с остальными Это обалденный, шикарный, струящийся цвет, без единого намека на какие-то полоски. Если убрать эти два, то мятный и желтенький, вот эти свеженькие. Очень красивый, очень качественный. Чтобы лак дольше служил и лежал на ногтях, ну, хотя бы 5-7 дней, я рекомендую воспользоваться закрепителем, который нужно носить ни в коем случае не сразу, а дать ногтям высохнуть хотя бы минут 10, чтобы лак зафиксировался, устоялся. В это время не нужно контакта с водой. Просто отдохните, посидите, чтобы лак хорошо высох, закрепился. И потом только уже сверху вы проходите вот этим закрепителем. Он совершенно прозрачный. Я вам сейчас, конечно, покажу, как он будет выглядеть. Его совершенно не видно на ногте. Он прозрачный. Вы прямо его одной капелькой распределяете по ногтевой пластинке. То есть он еще больше усилит блеск лака, придаст ему глянец и, самое главное, стойкость. Вот так, друзья, легко и просто можно делать яркий красочный маникюр в домашних условиях с помощью очаровательных просто средств от компании Арифлейн и яркой коллекции лаков The One. Успехов вам! Будьте самыми красивыми! С вами была Лилия Донскова. До свидания!